А вот у героини нашего следующего материала впереди нелёгкие ученические будни. В ближайшие 8 лет ей предстоит осваивать не только математику, физику и русский язык, но также хореографию, музыку и даже этикет. Иркотянка поступила в академию, из стен которой вышли все звёзды российского балета. В гостях у будущей примы побывала наша съёмочная группа. Вначале учат на шпагатом, посидеть на шпагате. Впереди у Виолетты гораздо более сложные упражнения. Фуэте и Пасбюре ученицы Иркутской театральной студии теперь предстоит постигать в Санкт-Петербурге в академии русского балета имени Вагановой. На 50 бюджетных мест претендовали более 300 выпускников четвёртых классов со всей страны. Иркутянка вышла победительницей в каждом из трёх туров отбора. Ну, говорили, что первый тур, второй тур, но как по мне, третий самый сложный. Ну, во-первых, это третий тур и самый последний. И вот поступишь, не поступишь, так далеко дошёл, если не поступил, ну, очень даже обидно. Так что, ну, я думаю, что, наверное, третий тур самый сложный. Трёхступенчатый отбор – визитная карточка учебного заведения. С момента его основания, с 1738 года, сюда поступают именно так и никогда за деньги. Места здесь только бюджетные, у таланта нет тарифов. А вот для родителей ценой поступления стали слёзы радости. Причём слёзы были с обеих сторон телефона, как со стороны которой вот здесь муж и сын здесь были, и бабушка вот была. Да все, вся семья наша. Вот, и мы с Виолетой. Не знаю, мне казалось, что я сейчас упаду в обморок, потому что мы хотели, мы мечтали, но мы понимали прекрасно, какой там всё же отбор. Для Кузнецовых это последние недели в Иркутской квартире. В Питер решили переехать к началу учебного года всей семьёй. Считают, что учиться по 10 часов в день Виолетте будет легче, если рядом будут родные. Взрослые уже подыскивают работу в северной столице и вспоминают первых учителей будущей балерины. Это первый год, да, Виолетта, в белых костюмах, купальниках, что ты первый год, это Евгения Валерьевна. Кстати, отправится в большое путешествие и главная почитательница таланта своей хозяйки, кошка Ричардина, сначала в Санкт-Петербург, а потом, возможно, и дальше в Таиланд. В этой экзотической стране Виолетта мечтает открыть свою балетную школу, но только после того, как покорит Мариинский театр. Давид Азизов, Андрей Назаров, новости по будням.